Аварий на дорогах города в 2018-м было примерно столько же, сколько и в 2017-м. Незначительно увеличилось количество пострадавших в ДТП со 107 человек до 109. Больше стало аварий с участием выпивших водителей, а вот количество дорожных происшествий с пешеходами сократилось. Связано это со сменой дорожных знаков, обозначающей границы пешеходных переходов и профилактической работы, которую ежедневно ведут сотрудники ГИБДД на улицах города. Как показал анализ всех аварий, в Сарове есть три самых аварийных перекрестка. Это проспект Музруково, строитель Захарова, Садовая, Зернова и Зернова-Разамасская. Значит, все три случаи, все три участка уличной дорожной сети были рассмотрены на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. Организационные меры уже по некоторым перекресткам приняты. На части прилегающих улиц установлены знаки ограничения скорости. На перекрестках выбраны оптимальные режимы работы светофоров. Перекресток улицы Зерновой-Садовый попал в областную программу «Минус 50». Цель этой программы – ликвидация 50 самых аварийных перекрестков по всему региону. Ряд мероприятий уже проведен на этом перекрестке. Вы уже видели, наверное, там установлена дополнительная световая опора над пешеходным переходом на улице Садовой. Значит, поставлены новые мощные источники света. Там практически как днем ночью стало на этом пешеходном переходе. Значит, видели, что установлены уже еще дополнительные опоры для установки дорожных знаков, дополнительных дублирующих пешеходный переход. И они уже установлены над перекрестком. Ряд мероприятий по улучшению дорожной обстановки на этом участке перенестены на май-июнь 2019-го. Как только позволят погодные условия, там запланирована установка лежачих полицейских. Сам по себе напрашивается вывод о реконструкции светофорного объекта, чтобы заменить существующий режим о введении отдельной фазы для пешеходов, для задержки включения зеленого, разрушающего сигнал светофора с одного из направлений. По словам начальника Саровского ГИБДД, деятельность дорожной полиции за прошедший год региональным руководством оценивается удовлетворительно. Активно ведется работа и с привлечением жителей города к улучшению дорожной ситуации. Как сообщил Александр Косенков, он к диалогу с водителями готов каждый день.